Всем добрый вечер! Предлагаю вашему вниманию 50 копеек 1924 года ПЛ в состоянии АУНС по системе Шелдона АУ-55 Размер и вес монеты полностью соответствуют 50 копеек времен Николая II Сейчас в этом видео хочу поговорить о редких разновидностях этой монеты Рассмотрим разновидности по гурту Особый раритет на гурте, когда надпись славянской вязью Чистого серебра 2 золотника 10,5 доли ВС Вернувшийся из небытия мецмейстера царской поры Виктора Смирнова Такой же редкостью будет старославянский шрифт Чистого серебра 2 золотника 10,5 доли ПЛ Когда ошибочно использовали гуртильное кольцо от полтинников РСФСР И добавим сюда привет из будущего полтинник с датой 1924 года Но надписью на гурте варианта 1925 года Где количество золотников и доли уже не указано Ценится и вариант вообще без надписи Но обнаружив такой экземпляр убедитесь, что гурт не спелен ловким продавцом Надеющимся пристроить некондиционную монету То есть надпись без гурта такой вариант был Но стоит это очень дорого и очень редко попадается Это технический брак Рассмотрим варианты Дальше рассмотрим варианты Редкие варианты с инициалами ПЛ Отличия по рисунку реверса Здесь наиболее известная разновидность Получила наименование худой рабочий Посмотрим на фрагменты монеты слева Голова отлично вписывается в квадрат Так как ее форма стремится к кругу А вот голова на фрагменте справа уже овальной формы А здесь хорошо вписывается квадрат Поэтому рабочий выглядит даже не уставшим, а изможденным Этот вариант встречается намного реже То есть вот этот вариант, где сейчас монета встречается намного реже Дальше есть еще отличия по толщине рукояти Разновидностей Вот показываю на рисунке Разновидность по толщине рукояти Здесь обратим внимание на рукоять Орудие труда Которое тоже может быть худой И толстой Но тут все наоборот Толстая находится куда с большим трудом, чем тонкая То есть с рукоятью, с толстым элементом Это редкое Находится довольно не часто Теперь следующее отличие по форме заготовки Вот показывающий рисунок По форме заготовки Мы не знаем, что должно случиться В результате работы кузнеца Так как заготовка еще не приняла форму конечного продукта Но Зоркий Глаз Номизмата отметил Что это форма имеет различия Слева контур имеет строгое очертание Вот А справа скошенная Которая присутствует на меньшее количество монет Вот есть скошенное читание Это редкость Дальше есть еще гибридные вариации Чаще всего высокую степень редкости серебряных полтинников Определяет не единственная деталь рисунка А совокупность различия Те, кто изучал данные моменты продолжительное время Обнаружил экземпляры Где рисунок, присущий полтинникам ТР Встречается в полтинниках ПЛ Сейчас покажу Есть еще отличия по расположению с запятой Интересным является случай Когда на одной стороне сопрягаются варианты различных рисунков Например, редкой является разновидность Ербом Варианта ПЛ А круговой надписью, как УТР Проверяем запятую между словами стран Соединяйтесь Если она отодвинута от внутреннего обода То перед нами нечастая монета Вот, смотрим Я рассказал далеко не о всех разновидностях полтинника 1924 года В каталоге Андрея Федорина Перечислено чуть ли не два десятка позиций этой монеты Включая коллекционный полированный чекан Полированный чекан Это распространялся только среди коллекционеров-нумизматых Вот, например, как из различных экземпляров Единственные монеты Полтинник 1924 года Можно создать достойную нумизматическую экспозицию Жаль только, что для большинства коллекционеров Некоторые разновидности таки останутся недоступного Из-за того, что цена высокая Ну и из-за того, что редкость Покажу этот полтинник еще с разных сторон Чистое яркое поле Яркий штемпельный блеск Это разновидность ПЛ Если понравилось видео Ставьте лайк, пожалуйста И подписывайтесь на мой канал Всем удачных торгов! Спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok